всем привет мои хорошие я сегодня хочу похвастаться такая у меня есть котлея пурпурата и смотрите какой огроменный рост у меня получилось у нее вырастить я пошла на некоторые эксперименты но у меня это вышло ухаживала я за ней из серии чуйка тут я решила отойти от всех правил и по велению сердца как говорится я очень рад результату просто я человек как-то несуеверный но иногда хочется сделать я в восторге от этого роста я горжусь собой я горжусь этой орхидеи вы знаете я то чудо у которого семь пятниц на неделе в том что касается котлей потому что я еще не сильно в себе уверена то знаете если это я иногда шучу что по фаленопсисом у меня уже можно сказать черный пояс и я могу их растить в чем угодно как угодно и вообще то вот с котлеями я еще очень осторожничаю и это такое наверное пока мое ощущение что немножко новичок еще очень долго буду новичок в этом плане и у меня была такая мечта боже мой пересажу все в глину они попрут и у меня вот есть пурпурат как раз на нее смотрела в глина горшке которая так классно начала там прости я часть своих уже пересадила и что-то мне не нравится результат совсем ну посмотрим что будет сейчас весна завод за год посмотрим но вот в пластике были я уже размечталась о красивых глиняных горшках с дырками которые завиваются корнями это все при вот это красиво и лучший результат я дала в обычном пластике поэтому возможно я вернусь в пластик и так кроме этого я еще разочек себе доказала что пурпурат и даже если ты подстроился с поливом знаешь что да как то все равно они лучше растут лучше себя чувствуют почему-то именно в тесном горшке это факт потому что я посадила в горшок побольше с поливом все ок совсем все ок но тормозит при том что была пересадка и другой пурпураты в то же время в пластиковый горшок и вот она не тормозит пока давайте так делать прям выводы нельзя потому что все растения разные и циклы разные адаптация разные и вообще все они разные можно купить прям набрать дублей от одного поставщика единовременно и будут они себя вести по-разному это факт поэтому я пока понаблюдаю но вот чё-то моя розовая мечта и пересадив все в глиняные горшки не знаю почему мне так стукнуло но вот мне очень этого хотелось скорее всего не сбудется потому что вот я вижу свои результаты и я смотрю не только на этот горшочек но и на другой пластики действительно почему-то мне удается лучше и хоть и советуют котлеи сушить большинстве своем читайте особенно если у вас природники что пишут про этих природников потому что вот на этом чуде у них не только на этом горшке вообще на паркуратах я заметила что он не сильно они любят стоять сухими не сильно не любят чтобы сушили но вот слово сушили очень каверзные в плане орхидеи потому что тут нельзя отталкиваться от других и нельзя отталкиваться от временных рамок здесь все настолько взаимосвязано что кто-то у кого-то например вот это чудо между поливами будет иметь расстояние например в неделю и может казаться он же сушит раз в неделю поливает а кто-то плевать раз в три дня так часто надо сушить но на деле может оказаться что тот кто поливает раз в три дня в итоге содержит суши чем то кто поливает раз в неделю поэтому у меня не влагоемкий субстрат еще и чистая гора еще и разрыхленная камешками то есть она еще суше и поэтому я поливаю чуть-чуть почаще и вообще честно это такое шаг над собой потому что я очень люблю сушить орхидеи это вот прям моя страсть посушить я все время боюсь залить чтобы загнило вот это правда вот самый страшный кошмар в ночи связанный с орхидеями то что я залила поэтому то есть у меня такая проблема и на пурпуратор я полет поняла что я их реально пересушиваю поэтому в этом году они будут поливаться более обильно особенно вот сейчас же начнется весна лето все там задвижется уже задвигалась уже очень много новых ростов появилась к ней я прям готовлюсь готовлюсь себя перевоспитывать так но опять-таки читая много статей книжек и иностранных ресурсов наших я заметила что если вы сажаете котлеи в очень влагоемкие субстраты то часто их поливать не надо потому что реально там очень скапливается влага то есть такой более частый полив можно себе позволить при подборе более аэрированного более менее влагоемкого хотя стать более сухого не очень изучить субстрата в других же случаях в общем лучше не заливать потому что действительно есть золотое правило про котлеи их лучше не дали чем перелить но все они разные да все любят по-разному и я увидела панципс они любят посушить пурпураты вот но пробуйте по быть видите вот такое открытие для себя сделала интересное и весьма странное так что все похвасталась своими результатами показала свою гордость рассказала свои ощущения рассказала про то как иногда когда мне хочется сделать как лучше сделать красиво и сделать полезно и боже им будет так хорошо в глине она же такая природная она же ничего не выделяет лишнего там кстати вот это и про лишнее недавно просто читала что неизвестно там из чего делают эти пластики этот пластик выделяет какие-то пагубные вещества для орхидеи в общем не знаю ничего не скажу и как бы глина в этом плане более лучше более природные и горшок более дышащий как бы все гораздо полезнее но почему-то вот так у меня растет лучше чем в глине но я еще понаблюдаю точки оставить не буду я буду делать посмотреть и мне конечно же больше нравится из глины пересаживать но что же будет у меня такой эксперимент и на этом все поэтому что дальше уже буду повторять одно и то же и уже начала засматриваться на тех кто в глине и мысль пошла куда-то поэтому буду заканчивать и всем огромное спасибо за просмотр как всегда все в описании в конце ролика кучу ссылочек не стесняйтесь переходите пишите ставьте лайки делитесь этим видео ребята которые ставят дизлайки мне очень интересно что вам не понравилось я ну честно я вот тем кто ставит дизлайки не испытываю какого-то негатива это нормально то есть кому-то нравится кому-то не нравится напишите что может я делаю какую-то ошибку которую очень легко исправить и мне сильно стоит обратить на это внимание напишите что мне понравилось а то мне всегда вот интересно дизлайк что-то было что вам не понравилось я особенно если это касается ухода за орхидеями напишите может не сдерживать пишите ты не права там тут это интересно интересно узнать другое мнение может действительно я о чем-то не подумала мне стоит что-то пересмотреть может уже вы перевернете мой мир потому что вы открыли что-то крутое поэтому пишите комментарии не стесняйтесь критиковать все высказывать свое мнение писать свой опыт если у вас другие результаты другой опыт обязательно напишите это очень классно интересно очень классно сравнить очень классно понять что у нас разного что например одни и те же орхидеи вот так вот по-разному себя повели при том что например была одинаковая посадка это все очень круто обсуждать правда я это очень люблю обсуждать я открыто с удовольствием по переписываюсь это может точно все всем солнечные дни пышных цветений пока